здрасьте александр вот честно говоря когда ехал на на интервью с вами не жил такого масштаба то есть я когда зашел на ресепшен игры поймать на четвертый этаж на могу сразу такое мы еще обязательно покажем клинику покажем весь масштаб который ну реально впечатляет возвращаемся в то время все с чего все только начиналось вот когда пришло по пришло бы может пришло понимание того что вы хотите вообще пойти в медицину и связаться жизнь со стоматологией достаточно популярный вопрос на самом деле и мне его задают пациенты иногда в директе спрашивают как вообще так произошло и я вот себя вспоминаю в то время когда приходилось принимать это решение и понимаю тоже для меня это решение было достаточно простым потому что она так исторически сложилось что у меня оба родители стоматологи до сих пор практикуют у отца из клиника мама работает и в старших классах вот на сегодняшний день я понимаю то что старших классах у меня было прекрасное понимание того чем занимается врач стоматолог и абсолютно смутное представление о том чем занимаются специалисты других профессий то есть ну я понимал я знал то что есть трейдеры бухгалтеры но вот таких каких-то там профориентирующих мероприятий на котором человек мог бы узнать то кем он мог бы стать и так далее я вот не помню чтобы у нас происходило в то время когда у меня было очень неплохо с гуманитарными науками у меня всегда хорошо работали руки ну вот мелкая моторика это вот ну самого детства ну как всегда работали это наверное развивался родителями но у нас было все это и авиамоделирование и всякие корабли мы собирали и прочее до поделки конструкторы все это делали то есть как бы все вело к табу что это с одной стороны наверное путь наименьшего сопротивления был для меня потому что мне отец честно сказал то что если туда пойдешь я тебе что-то расскажу если пойдешь куда-то в другое место в элкам но я скорее всего тебе ну просто не помогу даже советом потому что я в этом не специалист вот поэтому решение это было достаточно простое у меня брат на два года раньше меня поступил в медицинский институт на стомат ну я туда же паровозом мне как бы было это близко дома велись разговоры на эту тему особенно когда я был старших классах это 10 11 класс уже и брат начал эти разговоры подключаться потому что он тоже уже в институте ему тоже это было все интересно любопытно вот и ну вот так потихонечку потихонечку как бы стоматологии а расскажите про вуз который вы заканчивали это была тверская государственная медицинская академия орден дружбы народов вот несмотря на то что я родился в москве и учился в москве в школе и вот до института я прожил всю жизнь в москве учиться я поехал в твери ну как я поехал меня наверно больше направили сориентировали то есть ну там масса же разных трудностей при поступлении в медицинский институт я не знаю как сейчас это происходит достаточно игре или нужны там егэ олимпиады так далее там были экзамены экзамены были достаточно сложных не нужно было готовиться было определенное понимание то что там и школа стоматологическая неплохая и в целом медицинский институт хорошие и то что в том числе хоть и хотели для нас буду говорить для нас потому что мы учились вдвоем с братом для меня и для артема наши родители это небольшую школу жизни тоже получить потому что есть большая разница это жить в москве с родителями и ездить в институт и быть на собственном обеспечении безусловно нас набжали финансы вот но эти финансы нужно было как-то распределять нужно было как-то обустраивать свой быт нужно было как-то готовить себе еду нужно было как-то следить за своим временем самостоятельно а это уже такое достаточно большой шаг на взрослую жизнь когда появляется определенная ответственность никогда тебе с утра будет и те готовят завтрак когда ты знаешь что ты сегодня можешь как бы домой не приходить потому что ну там никто не проверит но завтра тебе на лекции нужно будет присутствовать вот здесь такой момент становления становление уже личности немножко взрослый вот учился там нас смотрят много студентов вот можете рассказать такую вкратце основные моменты обучения в университете какие предметы любили не любили то есть вот такой самые важные моменты которые возможно как полезно молодым ребятам много предметов мне на самом деле не нравилось но тут в целом как бы университету не про то чтобы научиться тому что ты будешь применять потом на практике как бы это ни звучало это про общее какие-то медицинские знания и про умение обучиться чему угодно то есть в университете учат именно учиться потому что ну очевидно то что наверное 95 процентов патологической физиологии это мне кажется я себе сейчас еще и комплимент делал но забыто напрочь но и потом собственно с формой тоже где-то там же в тех же процентах вот я молчу про латынь про гистологию ну вот эту всю историю которая ну вот мы разглядывали как бы что-то пытались понять но в целом это дает дает определенную базу определенное представление о том как каким образом человеческий организм функционирует и эту базу потом можно применять в принципе на своей практике то есть не тупо смотреть на зуб как на нечто отдельное а иметь ввиду то что есть еще мышцы нервы связки и рассматривать зубы челюстную например да если мы говорим про стоматологию систему комплексно были предметы которые мне нравились ну все что касается все что касается каких-то манипуляций все что касается это внутренние болезни это были это ну терапевтическая ортопедическая понятное детство не любил у нас преподаватель был такой странники вот но хотя давал информацию хорошо вот институт после окончания института врач-стоматолог не готов это абсолютно точно нужно для себя понять абсолютно точно для себя надо понять то что да это я говорю для студентов то что если вам что-то не нравится никого это не волнует нужно выучить предмет нужно его сдать нужно показать то что умеешь выучить предмет уложить себя информацию аналитически мыслить связывать вещи ну как-то конструктивное это все доносить до преподавателя чтобы он понял то что информацию усвоил все и неважно в целом что учить просто ну очевидно то что медицинском вузе дают какую-то там химиобиологию прочее нечто связанные с организмом человека вот поэтому вам приходится учить театра если вы учились в каком-то другом вузе пришлось бы учить чем другое а в целом че учить так-то не особо важно добро пожаловать в студию современной стоматологии александра газарова сейчас вам все покажу здесь у нас ресепшен ресепшен первого этажа тут порядка 20 посадочных мест для пациентов у нас достаточно актуально потому что 13 кабинетов если 13 человек сидят там и 13 человек пришли на следующий визит а еще 13 спустились предыдущего им надо где-то размещаться тут небольшая переговорная она часто очень используется сопровождающими наших пациентов для того чтобы никому не мешая провести здесь какую-то конференцию по зуму то есть они тут работают пока их там родственники находятся там или в наркозе лечится длительный ортопедический хирургический прием идем дальше заняты поэтому только заглянем это первый ортопедиш кабинет два санузла санузлы пойдем там чистые уверенно обычно все показывают и ну не знаю чем тут хвастаться немецким фарфором в целом все достаточно произойти что невкусно пахнет придется поверить на слово здесь рентген кабинет компьютерный томограф каждый пациент на старте лечения делает компьютерную томограмму там очень много всего интересного даем прицельный ну собственно здесь все прозаично как у всех и на первом этаже еще один ортопедический кабинет все в работе ну и раз мы по толчкам путешествуем то получаете еще один дизайнерский рубрика по туалету заканчивайте вуз в твери да дальше что дальше был вопрос да был вопрос проходить двухгодичную ординатуру или одногодичную интернатуру тогда у нас еще был выбор насколько я знаю сейчас этого выбора нет сейчас только ординатура то есть ординатура подразумевала наличие узкой специализации и только интернатура подразумевала возможность возможность путем повышения своей квалификации прохождением определенных курсов там порядка 500 по моему часов нужно пройти курс например интерну после окончания интернатуры нужно пройти курс по терапии и ты будешь терапевт ну грубо говоря имеешь право работать терапевтом то же самое по ортопедии по хирургии по детству не уверен но это нюанс юридически я в них сейчас не углублять сейчас не очень важно это было важно тогда с учетом того что это был 2009 год 2000 2009 году у меня было два наглядных примера это которые работают которые видно то что там кто-то уже успешно кто-то растет в практике они были врачами general какая-то сейчас на западе модно говорить то есть делали фактически все то есть ну какую-то может быть гигиену не делали но в целом могли каналы пролечить и коронку поставить и зуб удалить то есть это это было удобно это очень сильно отличается от того каким образом выглядит например моя практика сейчас мы до этого тоже немножечко позже дойдем вот и я четко для себя понял то что два года в ординатуре зависать мне смысла нет мне нужна интернатура но интернатуру тоже сложная достаточно историю интернатуру надо поступить для того чтобы поступить в интернатуру нужно ну либо договориться либо что-то в общем каким то образом это сделать и вот да спустя какое-то время спустя вот 10 лет я тоже понимаю то что концу института еще недостаточно зрела личность для того чтобы оценить все все за и против для того чтобы выбрать для того чтобы себя продать каким-то образом наверное потому что это просто нереально ну по крайней мере вот мое впечатление на сегодняшний день на момент 2009 года поступить в интернатуру просто так не получится . просто забыть возможно где-то в области в районном центре или в стороне от него да с учетом того что я планировал каким-то образом это совмещать еще и с практикой возможность такая была то есть не только интернатуру проходить еще где-то в клинике какой-то опыт уже начинает нарабатывать я не планировал этот опыт начинает нарабатывать где-то в районном центре я хотел москве вот я пошел в одно во второе место там были собеседования на да ну на интерна я оба их провалил ну в целом я сейчас понимаю то что я могу ну вот немножечко с высоты буквально десятилетнего опыта могу в принципе любого студента который только что выпустился завалить на любую ерунде и сказать то что ничего не знаешь ты нам не подходишь я не говорю то что я был 7 5 в лбу закончила институт хорошо информация была усвоена вот но в целом как бы с учетом того что желание принимать меня в интернатуру не было меня не принимали вот и тут опять как это тяжелая артиллерия выстрел из пушек вот и получилось каким-то образом мне проходить интернатуру городской при клинике в москве к слову говоря это это та городская поликлиника в которой однажды очень давно работал мой отец ну не суть ну то есть каким-то образом это какие-то личные договоренности это какие-то знакомства телефоны и так далее это дает возможность ну по крайней мере тогда это было так вот интернатура интернатура у меня подразумевалось полгода в хирургическом кабинете полгода в терапевтическом кабинете то есть после интернатур ты выходил врачом общем практике врачом общей практике ты мог выполнять ряд манипуляций терапевтических ряд ряд хирургических ортопедии не уверен вот то есть таким образом она была продумана полгода я провел хирургическом кабинете это было это была закалка это было вот тем хирургом с которыми я проходил интернатуру я благодарен максимально это игорь получите не помню он был старше меня игорь извини это миша вот два врача один помоложе второй постарше и санитарками сестра и я и вот мы сидим значит хирургический кабинет на два кресла и в предоперационный можно пускать так она будет называться мы сидим пятером вот и я очень хорошо помню первую встречу с игре пациент сидит в кресле игре мы сделал анестезию это нижний пятый зуб резарцинный то есть те кто в опыте они понимают то что это не самое простое удаление особенно когда ты еще вообще хирургический инструмент в руках не держал особенно с учетом того какой хирургический инструмент в принципе имелся в наличии в городской поликлинике это вот обычная городская поликлиника на первом этаже жилого дома спальном районе рядом с рядом с рынком типа овощным там вещевым строительным то есть это вот что-то такое пролетарское и он говорит ты сюда пришел за корочкой или научиться работать я говорю научиться работать у меня с этим вопросов никогда не было я руки испачкать не боюсь я говорю научиться работе он снимает перчатки играет иди учись смысле а как чтобы вы понимали я тогда еще я приблизительно знал место в колы игры иглы для проводниковой анестезии но в целом не был уверен то что она подействует тем более то что он был лидокаин то есть это все какое-то такое немножечко стресс немножечко бросили воды не то что они там собрали вещи ушли но они пошли там в ординаторскую как это перекус у него вот не суть в общем я пришел буквально минут через сорок наверно потные а там же очередь копится в ординаторскую я говорю слушайте ребята мне нужна помощь а он сломал я говорю да конечно сломал вот то есть но я взял щипцы которые лежали я вроде потянул резорацийный зуб связки нет ну может анкелоза там не было но это все сложно удаляется это сейчас с увеличением сборами с водой с ассистентом это все более-менее а там-то один вот кресло который не раскладывается у тебя глаза фонарь то есть условия такое себя к качественному удалению не предполагать не предрасполагают вот и я говорю конечно сломал он и ладно и он выходил там натаскал за мной это все за что ему большое спасибо и руки как бы не опускал говорит иди 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 и прием был такое то есть пять человек в коридоре иванов анестезия петров анастезии сидров анестезия так дальше и все вот так по кругу в коридор обратно выходит потом приходят обратно из коридора это его а ну удаляешь петров удаляешь сидро удаляешь и то есть это было там по 20 по 30 человек в смену не в день смену с 8 до 2 был две смены с 8 до 2 следующий день 2 до 8 и вот так мы работали вот и И я нормально за полгода. У меня были там, конечно, свои косячки. Где-то там слизистую надо было отрезать, я надорвал. Там синячок был, если вы меня смотрите, извините. Вот, где-то мы... Ну, в общем, становление-становление по-другому не бывает. После этого, через полгода, получалось хорошо. То есть, через 3-4 месяца меня уже спокойно оставляли в кабинете. И я с удовольствием этим всем делами занимался. Удалений было много, потому что направляли на удаление в городской поликлинике. Ну, не все подряд, но много. Чуть скол на удаление, периодонтит на удаление. Ну, в общем, ортопеды по своим показаниям, терапевты по своим показаниям. Кроме того, не всегда пациенты, тоже нужно понимать уровень пациентов, не всегда пациенты хотели, в принципе, заниматься этим лечением. Боже мой, удалите мне зубы, забудьте эту историю. Ну, как бы там тоже долго, много времени на убеждения никто не тратил. Вот. И после этого я пересел в терапию. Терапия была очень жаркая, но недолго. Я проработал там, по-моему, пару месяцев. Ну, сначала все в охотку интересно, но было... Ну, надо понимать те условия, в которых работаешь. Это городская поликлиника, там не было, например, тех же композитов светового утверждения. Там было что-то, что замешивалось, и вот из этого что-то, что замешивалось, нужно было за очень ограниченное время суметь соорудить там приблизительно что-то похожее на зуб. Ну, или хотя бы успеть вообще, потому что были ситуации, когда я все готов. Я говорю медсестре замешивай, и она замешивает, у меня там все сухо, она замешивает, и она приносит, и я это беру вот так, а это уже камень. То есть, ну, температура высокая, затвердевает быстро, хранится не в холодильнике. Ну, короче, такое все было. Соответствующая была эндодонтия, лечение корневых каналов, когда у тебя казанские инструменты, такие наполовинку обрезанные, когда у тебя что-то, что ты принес там со своей второй работы, чем хотя бы можно там найти, ну, и, соответственно, ни увеличения, ни света, ничего. Фонарь был, за свет мы его не считаем. Очень хорошо помню, когда я обрадовался, я нашел пять корневых каналов в верхнем штом зубе. Пять корневых каналов я нашел в штом зубе, отправил на снимок. Оказалось, что два корневых канала я нашел, три это перфорации было. Ну, это, наверное, тот этап, который будет проходить каждый врач. Вряд ли у вас получится сесть сразу после интернатуры или сразу после института за микроскоп и делать все хорошо. Несколько зубов вы похороните. Кладбище у всех есть свое. Ну, в целом делать из этого вывода надо. И, ну, какие-то, над какими-то ошибками работать и желательно вреда нанести не так много. Вот. И я через два месяца понял, что в терапии, как бы, там пользу человека я не смогу принести. Я попросился обратно в хирургию, меня туда перевели. Вот. В целом, как бы, мне терапевтического приема хватало на... Ну, в клинике, где я работал параллельно с интернатурой. Вы же сейчас работаете как врач-ортопед. Я сейчас расскажу. Если так все интересно, я расскажу. То есть как вот после такой мощной практики по хирургии вы не стали хирургом? У меня была... Очень долго у меня была практика дженерала. Наверное, я совмещал... Не узким ортопедом я был, наверное, года до 17-го или 18-го. То есть это не так давно закончилось. Ситуация происходила... События развивались следующим образом. То есть после интернатуры я пошел в клинику стоматологическую, работать многопрофильным специалистом. Я был готов на все. В частном клинику, да? А? В частном клинику. К папе. Ага. Да. Я пошел в клинику. Я, в принципе, был готов делать гигиену, ставить пломбы, лечить корневые каналы с опаской. Ну, поначалу, очевидно, это были какие-то мои знакомые, мои друзья. Ребята, спасибо. Но, к слову говоря, я у них ни одного зуба не похоронил, чем очень доволен. Вот. И делал отбеливание. И, наверное, ну, какие-то одиночные ортопедические реставрации. Но это вот прям исключительно какой-то редкий случай. Поставить там коронку, это типа раз в два месяца. То есть что-то такое. И это очень сложно развивалось. И я думаю, то, что этап, который также все проходят. Сейчас я вижу молодежь, у нас тоже много работает интернов. Есть ребята прям поактивнее, которые больше понимают людей, которые больше смелее в практике и так далее. Но, в целом, когда ты молодой доктор, к тебе приходит с улицы пациент, тогда не было никаких социальных сетей, ничего такого не было. То есть пациент заходил либо с улицы, либо по рекомендации какого-то другого пациента, садится к тебе в кресле, он к тебе видит вчерашнего студента. Вчерашнего студента, да. Да. Он к тебе видит, несмотря на то, что у тебя фамилия генерального директора, он к тебе видит вчерашнего студента, и у него как бы особо охота у тебя лечиться нет, с учетом того, что рядом в соседних кабинетах сидят опытные специалисты. Это все, конечно, было достаточно сложно. То есть это была дырявая запись, это было высиживание пациентов, но в целом время не пропадало зря, было достаточно много литературы, которую я осваивал, было много, очень много информации на... Был такой ресурс томат, он до сих пор существует, я просто не знаю, им кто-то пользуется или нет. Обалденный. Я там очень много посмотрел, очень много увидел, понял, как работать. И это то, наверное, чем нужно заниматься и студентам, и после окончания вуза людям. Это называется насмотренность. Насмотренность — это когда ты видишь сто работ, которые делают врачи, и ты понимаешь, как это должно выглядеть на каждом этапе. Ты понимаешь, как это должно выглядеть до начала лечения, во время, после лечения, и ты стараешься повторить то же самое. И мне, например, это очень помогло. Я стомат изучил просто вдоль и поперек, я залезал в поиски, я фильтровал по автору публикации, я смотрел Мурата Гучетля, Александра Бабурова, Ильга Мурасбахтин. То есть все, что тогда... Там их было много. Все, что тогда мне было интересно, это ортопедия, это хирургия. Я прямо это все поглощал в большом количестве. Вот. Было достаточно много литературы и... Ну, какие-то курсы я в том числе посещал. И пока я высиживал у пациента, я занимался функциями старшей медсестры. То есть я знаю, что... Ну, я тогда узнал, понял и как бы прочувствовал, и что такое план производства контроля. Я понял, что такое найм младшего медицинского персонала, да. Мы разрабатывали какие-то... Какие-то стратегии по собеседованиям. Я понял, что такое лицензирование. Я сам в... Вот, наверное, это был десятый год. То есть мне было там 23 года. Прошел лицензирование клиники, перелицензирование на рентген. Я вам скажу то, что это незабываемое впечатление. Тогда для меня это был вообще темный лес. Возможно, во многом мне это и помогло пройти. Потому что, ну, когда стоишь в третий раз, у тебя не принимают документы, ты глазами хлопаешь, они понимают, что от тебя не дождутся ничего, кроме еще раз принесенных документов. И, наверное, все-таки решают тебе поставить. А ситуации были разные. Ну, там. Ты приносишь бумаги, тебе говорят, не хватает бумаги вот этой. Ты приносишь в следующий раз эту бумагу, они говорят, зачем ты ее принес? То есть, ну, вот такое все было. Вот. Приходилось... Да. Вот этим я занимался. И потихонечку нарабатывал практику. Быстро я понял то, что одной клиники мне не хватает, с точки зрения потока первичных пациентов. Я устроился в еще одну клинику, потом еще одну клинику. Я решил вот так, шириной взять подхода. У меня был эпизод жизни несколько месяцев, когда я работал семь дней в неделю в четырех разных клиниках. В целом, как бы, ну, определенный опыт мне это дало. Я понял, какой подход, я понял, какие врачи, я понял, какие цены, я понял, какие пациенты. В целом, я даже начал зарабатывать какие-то деньги. Но семидневная рабочая неделя, она позволяет зарабатывать деньги, но не позволяет тебе их тратить, потому что просто элементарно некогда. Вот. И в итоге, как-то вот, наверное, к одиннадцатому, к двенадцатому году я понял то, что мне нужно, ну, каким-то образом выбирать, выбирать направление, в котором нужно работать не в плане узкой специализации, а в плане вообще определиться, ну, ты все готов делать? Всем. Или не все готов делать я? Мне очень помогла учеба, это, опять же, все благодарности сегодня, которые будут, это, наверное, моим родителям, там, моему брату, как учителям первым, и как тем, кто помогал мне во всем этом. Очевидно то, что у студента нет денег ни на что. Вот. И так произошло то, что там был еще один человек, которому я очень благодарен, но я его благодарил отдельно. Вот. так произошло то, что я начал обучение в Угрыгры Славичка, в Штутграде, то есть это была такая большая история, на два года, на 10 сессий, порядка, ну, в общем, много из них выездных, типа, шесть или семь, то есть это все с переездами, с отелями, со всеми вот этими затратами, ну, во-первых, погрузил меня в определенную компанию, там были очень хорошие врачи с пониманием, каким образом нужно работать. Вот. Впоследствии у одного из тех, с кем я познакомился, я, собственно, и работал на протяжении трех лет. Вот. И спустя эти два года, ну, пришло понимание о том, то, что все подряд делать нельзя, не очень хорошо, надо, ну, какую-то концепцию в лечении соблюдать. Вот. Началось, начался поиск команды, и вот, собственно, о чем я, вот, с Алексеем Ермаком, которому я тоже благодарен за три года сотрудничества, я работал на протяжении трех лет в его клинике в Зеленограде, то есть я жил на юге Москвы, и я два раза в неделю ездил в Зеленоград, с девяти до девяти там работал, возвращался на протяжении трех лет. Вот. Один раз, по-моему, опоздал. Алексей не даст врать. Вот. И это дало мне достаточно большой опыт междисциплинарного подхода, то есть когда узкий специалист занимается, я тогда еще совмещал терапию и ортопедию, поначалу даже хирургию, потом от хирургии отошел, терапию и ортопедию. Хирургией я занимался в Москве, в клинике, и таким вот образом проработал на протяжении трех лет. То есть у меня была клиника в Москве, была клиника в Зеленограде, я работал здесь больше терапия, ортопедия и хирургия, там терапия и ортопедия, и все это время обучался, получал опыт, ну, какое-то такое становление было. И тогда, тогда появилось, ну, как же это исторически произошло? А, я помню, как это, да, и тогда отрежу. Да, кат. И тогда ко мне приходили первичные пациенты, что в Москве, что в Зеленограде, приходили первичные пациенты, было по две, по три первичные консультации в день, и очередной раз я поймался на мысли, то, что я под копирку говорю одно и то же, всем одно и то же говорю под копирку. Вот, вам надо это, потому что, вам надо это, потому что, вам надо это, а это вам противопоказано, потому что, и вот потому что вам надо это, а не это. И периодически на консультациях встречали вопросы, что мне лучше поставить имплант или винир. И ты после этого очередной раз дыхаешь, и если это не первый вопрос на неделе, то ты потихонечку устаешь от этого. Так родилась мысль рассказывать людям о том, чем отличается винир от имплант. То есть для стоматолога, очевидно, вопрос бредовый, но для потребителя, как оказалось, злогодневный. И для врача, которому постоянно приходится это объяснять. И начался путь социальной сети, ныне запрещенный мета-инстаграм. И там потихонечку мы начали. У меня жена журналист, она заканчивала филфак, то есть она со словом общается неплохо. И у нее есть достаточно дисциплины для того, чтобы выкладывать посты не раз в неделю ежедневно. Чем она занимается успешно до сих пор. Но в целом мы начали вести просветительскую работу в социальных сетях. Начали делать это в инсте, там, где это было удобно. И потихонечку начали формировать понимание у людей, каким образом должно проходить стоматологическое лечение для того, чтобы получить результат. Там же, ну, очевидно, что это были не только слова, там были какие-то клинические случаи. Это были клинические случаи по эндодонтии, по какой-то терапии, по керамике. Вот если отмотать все в самое начало, по-моему, это 15-й год, как бы не 14-й, 15-й, наверное. Если отмотать все в самое начало, можно понять просто, с чего это начиналось. И, очевидно, это совершенно пустой аккаунт. Ты пока что это пишешь в космос. То есть ты пишешь, на тебя кто-то подписывается, кто-то не подписывается, кто-то читает, кто-то говорит, что что-то у вас народу маловато для того, чтобы такие большие публикации писать. Вот. Ну, это вся дорогу осилит идущий. Здесь главное не останавливаться. Мы для себя такое решение приняли и потихонечку начали развивать. И развиваться начали. И когда ты много рассказываешь, когда ты много показываешь, когда ты на конкретных клинических случаях показываешь то, что из пункта А пришел в пункт Б такими манипуляциями, и это работает именно так, господа. И приводишь ряд таких примеров, потом приводишь примеры, которые ты такие же решал 3-4-5 лет назад, и вот каким образом они выглядят сейчас. Ну, в общем, определенную насмотренность уже тренируешь у потребителя, у потенциального пациента. И через время, мы ожидали, что такой эффект будет, через время, это было там через 2-3 месяца, поступил первый звонок. Здравствуйте, можно к вам притянуть консультацию? Я говорю, можно. И ко мне пришли на консультацию. Ко мне приходили консультации в Москву, ко мне приходили консультации в Зинограде. Я консультировал. Пациентов таких становилось больше. Они оставались на лечении. Я их лечил. Они понимали то, что я им буду делать. То есть вот этих вопросов на консультации, от которых у врача закатываются глаза, их оставалось минимум. В итоге произошло так, что я очень хорошо отличал пациента, который приходит ко мне, и поднимается на меня, от тех пациентов, которые только что зашли с улицы. Потому что спрашиваю вопросы, я прям так спрашиваю, я говорю, а вы откуда узнали вообще про существование этого кабинета, этой клиники и так далее. Если пациент говорил то, что мем проходил, я сразу на себя, все, хорошо, ладно, понятно. Я думал, что вы просто знаете. Они говорят, что знаю? Я говорю, не читайте. Что читаете? Я говорю, ну здесь почитайте, здесь все. Ну, не грубо, все очень вежливо, но я говорю, очень много информации, я говорю, я лично не писал для того, чтобы таких вопросов не было, не потому что я не ленивым это объясняю, просто повысит ваш уровень образованности, вы поймете, что вам нужно. Ну, или хотя бы будете приходить уже с какой-то базой. И в итоге я себя такими пациентами, собственно, и забил. Забил с крышечкой. Теми пациентами, которые понимали, какое лечение им предстоит, что им нужно для этого, ну а если чего-то вы понимали, я ему объяснял, но это уже по структуре лечения. Уже то, что описать невозможно, то, что индивидуально у каждого пациента, несмотря на то, что там у одного пациента может отсутствовать нижнее шестой, у другого пациента может отсутствовать нижнее шестой, но он сам себе план лечения не составит. Потому что кому-то просто имплант поставила коронку, а кому-то нужна ортодонтия перед этим, костная пластика, пластика в мягкие ткани, закрытия рецессии и так далее, и так далее. То есть здесь уже пациент, Но он хотя бы понимает, что такое костная пластика, для чего закрывается рецепт, если в таком случае показано, и так далее. То есть ты уже углубляешься в какие-то нюансы лечебного процесса, не объясняя каких-то рутинных, примитивных вещей. И со временем я понял то, что все это, по большей части, было замкнуто на меня. То есть я делал терапию, я делал хирурги, я делал ортопедию, и мне себя стало не хватать. Я понял то, что мне нужна команда, команду организовать в тех местах, где я работал, я и не хотел. Я хотел, да, это та точка, на которой ты понимаешь то, что ты барин. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ты можешь сделать так, как видишь ты. Не спрашивать, не мириться, не просить ни у кого, не вот это, закажите мне, пожалуйста, зачем, объясняй. Ты лучше сам свои собственные деньги потратишь, каким-то образом это сделаешь, но сделаешь это сам, и будешь отвечать за это сам, и команду соберешь такую, какую ты хочешь, а не такую, какую у тебя в соседнем кабинете сидит, потому что ты к найму, там, сотрудник, например, никакого отношения не имеешь и так далее. Вот, и тогда это набирало популярности, и я пошел на аренду. Я, ну, короче, потихонечку я из этих двух клиник ушел на аренду. Я арендовал один кабинет, сначала работал там один. Ну, когда ты вот так берешь и уходишь, это такое, это достаточно большой старт для меня тогда был. Я, честно говоря, выбирал между большой сильной командой и, ну, какой-то должностью, похожей на должность главного врача. Ну, как выбирал, не то, что у меня была масса предложений, я думал о том, в каком направлении пойти. Либо все это сделать самостоятельно. Ну, у нас все это происходит через консилиум. Вот, и решили пойти, решили пойти своей дорогой. Ну, собственно, судя по результатам, не ошиблись. Вот, и происходило это так, что у меня было там три дня рабочих в неделю. Три дня рабочих в неделю у меня было на аренде. То есть, я для старта закупил себе все, что мне необходимо. Материалы, наконечники, буры, то есть, это большие такие коробки. Я понял то, что важна локация, да, у отца была клиника в Чертаново, у ребят была клиника в Зеленограде. Все здорово, но мне хотелось по центре, это важно. Для клиентского сервиса любого. Вот, а вышло так, что я нашел кабинет на Белорусской и снимал его там на протяжении тоже, наверное, двух-трех лет, что-то такое. Потихонечку переходил из этих двух клиник туда. Ну, я со всеми прекрасно расстался, и ребят на меня зла не держат, и с отцом сумел им поссориться. То есть, ну, это сложный момент, и просто, когда ты принимаешь такое решение, когда тебе нужно это все организовать красиво, чтобы, как бы, к тебе вопросов не осталось, и ни у пациентов, ни у коллектива, ни у руководителей. В целом, как бы, мы до сих пор друг на другу звук не держим, там, делить нам осталось нечего. Вот. Потихонечку пришел на аренду. Когда понял то, что загрузился сам, позвал врача-терапевта одного на два дня в неделю. Когда понял то, что загрузил его, позвал еще одного врача-терапевта. Это до сих пор является моей такой, моим принципом. То есть, есть люди, которые открывают 10 кабинетов, зовут 10 врачей, и кто-то где-то что-то зарабатывает, ставят планы, повышают мотивацию и так далее. У меня немножечко другой маршрут. Сначала, вот я взял терапевта на два дня, терапевта загрузил. Потом взял еще одного терапевта на два дня, терапевта загрузил. И вот, потихонечку, потихонечку таким вот облим был рост. И это был, по-моему, 16-й, 18-й, 16-й, 16-й год. Просто арифметика не сходилась. Я понял то, что за аренду... То есть, я работал три дня, и они работали по два. То есть, всего было семь дней рабочих. За семь рабочих дней я платил больше, чем мог бы платить за аренду клиники. Ну, я там платил, понятно, с установками, со всеми делами, но за семь дней там я платил больше, чем я бы мог платить... Причем прилично больше, там, типа, 250 на 150, ну, грубо. Сейчас могу в цифрах ошибаться. Ну, или типа, 350 на 250, что-то такое. То есть, прилично можно было платить меньше, ежемесячно можно было экономить. Ну, это у меня тогда такая арифметика. Если бы мы посмотрели на мой бизнес-план на первую клинику, дружно бы посмеялись. Там вот такой вот текстовый документ, там написано так, в установке 2. Стерилизационное оборудование 0,5. Это я в миллионах рублей так себе прикидывал. Ремонт прочерк. Ну, в общем, такой же составный это был. Да. И я понял то, что надо что-то свое строить. Потому что аренда тоже, это, ну, я не знаю, как это сейчас выглядит. Тогда были компромиссы по многим моментам. Ну, это типа, вот, у тебя постоянно сбивается канализация. Ты постоянно должен с этим, там, какие-то сололисты стоят, какой-то, какой-то качают. Запикайте, вот. Вот, и они постоянно сбиваются, и тебе нужно постоянно с ассистентами, нужно, чтобы ассистенты стерилизовали. Они не могут, потому что им на приеме. Ну, в общем, это все морока, жуткая морока. Вот, а основное то, что у тебя, ну, у меня, по крайней мере, тогда не было администраторов, и я прозвонил всех своих пациентов на следующий день, на через день. То есть, каким-то образом еще и административную работу вел. Нужно постоянно тебе думать о материалах, оборудовании, о каком-то ремонте и так далее. Ну, в общем, я понял то, что кадров не хватает, возможности появляются, надо двигаться. Ну, вот. Начал искать помещение, непросто. Поиск помещения, мастер-пицинологическую клинику, просто стрелиться. Ребята, кто из вас нашел больше одного успешного, я просто вам восхищаюсь. Ну, вот. И выбор пал, было много разных. Обычно, знаете, как заходишь там, аренда коммерческого, аренда коммерческого помещения в Москве, на ЦАИ, и у тебя там просто точками все завалено. Ты там ставишь галочку, ПСМ, да, помещение свободного назначения, и у тебя там их меньше становится. Ты ставишь там нужную площадь, и у тебя их меньше становится. Ты ставишь, ну, ты начинаешь прозванивать по возможности проведения, да, у нас же все на коммуникации, на сложную инженерию заточено. По возможности проведения вентиляции потолки должны быть, канализации доступа в цоколь, либо в, да, если это первый этаж. Возможность размещения рентгена, не под жилыми. Ну, и, короче, либо у тебя остается три точки, которые ты едешь, понимаешь, что они отстойные, и они тебе не подходят. И поиски продолжаются прилично долго. Всем привет, друзья. Сегодня я хотел бы рассказать про сканер лица RayFace. Что хочется сразу же отметить, что он сканирует очень быстро, и вся процедура сканирования занимает всего лишь полсекунды. В нем имеется встроенное зеркало, которое пациент видит в себя, что позволяет ему, естественно, улыбаться. Это первое, что он бросается в глаза. Но теперь давайте с вами заглянем внутрь. Больше всего подкупает встроенное программное обеспечение. Оно интуитивно понятно, и разбираться в нем труда не составит. Давайте попробуем с вами понять, как же все это работает. И, конечно же, я протестирую это на себе. Ну что, друзья, мы с вами переместились, собственно, к самому аппарату. Сейчас на мне будем проверять его, тестировать. Будем сканировать, в общем, меня. Друзья, чтобы не отвлекать вас от просмотра основного видео, я решил записать отдельный полноценный ролик с подробным обзором на RayFace, который вы сможете найти по ссылке в описании к этому видео. И, как обычно, по промокоду DARKING для вас будут действовать самые лучшие условия. Поэтому по ссылочке в описании проходите. Приезжайте в офис компании GreenDen, где вы сможете отсканировать себя, свое лицо, протестировать, как все работает. И принять решение о покупке или о непокупке. В общем, все подробности по ссылке в описании. Я думаю, что за вот такими вот аппаратами однозначно будущее. Поэтому, как минимум, изучить этот новый аппарат однозначно стоит. Ссылка в описании. Ну чего, пойдем на второй. Тут две лестницы. Там синим, и на нее тоже чуть позже заглянем. Она для пациентов. Есть серая лестница. Она для медицинского персонала. Это важно разделять потоки. Это второй этаж. На втором этаже находятся хирургические кабинеты. Два гигиенических, один терапевтический и операционный. Еще здесь стерелка. Девочки работают. Вот здесь у нас самая чистая комната в клинике. Оказалось, да, для такого объема нужно целых 6 автоклавов. Вот три из них работают, видите. Вот, и здесь операционная. Предоперационная, постоперационная. Наркозный аппарат, комната с газами. Там кислородный концентратор, всякая. Вот такая история. Тут шумно. Трубки. Все кабинеты. Кабинетов много. В каждом кабинете есть окна. Откроем. Откроем? Еще поближе, да. Как это? Как распаковка Феррари. Это драйгер. Надеюсь, на него запчасти будут поставлять. А так, в целом, шайтан машина. Для меня загадка, как она работает. Но работает хорошо. Специально на нее чехол шили, чтобы не пылился, когда здесь нет ничего. Ну, постоперационная, это так, редко используем кабинет, как и в любой клинике. Тут чисто отлежаться, если кому-то хочется поспать. Можно кислородиком подышать. Мы тоже иногда практикуем. Вот синяя лестница. У нас она считается знаменитой синей лестницей. На ней все пациенты очень любят фотографироваться. Это изначально было в этом доме. Дому сто лет. И это чугунная лестница, которая была в отвратительном состоянии. Мы ее всю отпискоструили. 27 микрон, 2 атмосферы. Рандофлексом. И покрасили в синюю краску. Получилась вот такая вот красота. Это третий этаж. Конечно, на третьем этаже есть тоже маленькая, маленький ресепшн. Потому что на третьем этаже три терапевтических кабинета и три ортодонтических кабинета. И ортодонтический поток, он достаточно интенсивный. И чтобы на первом этаже не создавать суету, и чтобы была у них возможность у пациентов расплатиться здесь. Ну, в общем, какие-то документы заполнить. Здесь вот такой вот маленький закуток. Люди отдыхают, смотрят кино. Здесь есть небольшая гипсовочная для ортодонтов. Вот, горжусь своими. Вот, обратите внимание, какой порядок. Все чистенько, несмотря на то, что здесь работа ведется постоянно. Каждый день. Сегодня три кабинета работают. Значит, здесь что-то точно двигается. Вот, и здесь, значит, есть модели всех пациентов, которые ведутся, которые на диагностике. Можно капу отжать, можно модель залить, можно ее обработать, можно отклеенный брекет от песка струить. Ну, в общем, все условия комфортной работы здесь есть. Здесь происходит таинство кондилографии. Сейчас что будет. И три терапевтических кабинета, все абсолютно одинаковые. Здравствуйте. Здравствуйте. Все кабинеты в целом, они типовые. Там везде есть установка, везде какая-то мебель. Ну, эргономично расставлено. В терапевтических кабинетах обязательно микроскоп. Обязательно трансляция на экран для того, чтобы ассистент понимал то, что врач там в корневых каналах делает. Ну, в общем, везде музычка. О-о-о, свободный терапевтический кабинет. Держи какую-то убрать. Такого саперок не видел. Ну, именно в таком дизайне. Интересно. 25 тысяч за бак отдаешь и такой-то. Такой дизайн, он происходит в том случае, когда ты все уже сделал и понял, что тебе мусор некуда складывать. И вот тогда ты, значит, начинаешь придумывать, какие баки поставишь, чтобы они не позорные были. И, ну, выбираешь, ищешь какой-то мусорный бак и выясняешь, что есть мусорный бак за тридцатку. Ну, ее девчонок оперировали. Ну, под копирку. И отправляемся на четвертый. Четвертый у нас административный. Здесь картотека. Не только здесь. Я еще покажу. Все пронумеровано. Каждый пациент пронумерован. Если откроем, вот будем знать, что здесь вот от 300-го, здесь от 200-го. И так вот, возможно, искать. Сколько всего у меня? Порядок. Если я не ошибаюсь, в районе 25 тысяч, что ли. Я уже говорил про необходимость кул-центра. Вот он. Всем привет. Администрация. Девочки на обеде. Здесь у нас сидит старший администратор. Здесь сидит HR. Здесь сидит помощник наш с Ульяной, с Юлей. И здесь кабинет директора. Здесь сидит мой директор. Решает всякие вопросики. Приглашает на переговоры на вот эти мягкие диванчики, кресла. Красивый пациент. Это не моя инициатива, честно говоря. Это девчонки с Тульской были инициаторами. Они сказали, что нам не хватает Александра в кабинете. И они напечатали такой портрет. Когда печатали, девчонки сказали, что нам тоже надо. Поэтому я скромнее сильно, чем вот этот термор. Здесь у нас отдел снабжения. Здесь старшие медсестры сидят. И два бухгалтера, которые занимаются всем-всем-всем снабжением клиники и ведут учеты. Ну, это мой кабинет. Здесь маленький творческий беспорядок. В целом, это нормально. Это кресло мне подарили на день рождения. Вон, до сих пор шарики висят. Ну, правда, на прошлый день рождения. Вот. День рождения был в августе, да. Кстати, сейчас середина ноября. Ну, шарик хороший. Вот. Ну, здесь какие-то тоже моментики решаем. Нас посмотрят большое количество главных врачей, управляющих клиник. Вот расскажите, где вот та грань между медициной и бизнесом? То есть, вот вы сначала врач, который вы делаете все полностью. Потом у вас появляется команда. И вот как распределять свое время? Какие-то секреты, фишки, лайфхаки? Как у вас это было? Потому что многие врачи, которые уходят в бизнес, открывают свои практики, у них не получается. Я хороший врач, не факт, что я хороший управленец и руководитель. У вас, исходя из того, что мы имеем сейчас, все очень получилось на очень крутом уровне. Вот. Как это было у вас? Вот это очень интересно стоит. Ну, во-первых, есть ряд направлений, в которых нужно участвовать. Это развитие, да, какая-то. Ну, вот мы про социальные сети говорили, мы еще про эту тему затронем. Ну, какая-то узнаваемость, работа над брендом. Есть работа над врачебным коллективом, да, это задача главного врача. Есть работа над административным коллективом, это задача старших администраторов и генерального директора. Если эта клиника маленькая, так как у меня это было в самом начале, очевидно то, что ты это делаешь все самостоятельно. С ростом кадров это самостоятельно делать не выходит. Невозможно. За всем уследить невозможно, тем более еще и вести прием. И здесь сам человек уже принимает выбор, что непосредственно он для себя хочет. То есть есть разные пути, например, мы с братом яркий пример того, каким образом сделали выбор мы. Потому что я, например, я люблю практику, и я выбрал медицину, именно клинический прием. У меня три дня в неделю клинического приема, два дня в неделю административно. В то время как он, например, вообще из практики ушел. Он не ведет прием уже порядка двух лет. И он занимается развитием бизнеса. То есть он тоже выстраивает эти все процессы, но он выстраивает это исключительно как руководитель. То есть он не практикующий врач. Здесь каждый для себя выбирает. И очевидно то, что мне для того, чтобы управлять всем коллективом, не врачебным коллективом, управляю я. Все, что касается подхода к пациенту, решения каких-то отдельных клинических задач, именно протоколов решения каких-то клинических задач, это все разрабатываю я. Слежу за выполнением я. И договариваюсь с врачами об этом я. Если кто-то из них идет вне протокола, мы садимся и разбираемся, почему так произошло. Ну и так далее. То есть я главный врач клиники. При этом у меня есть директор Юля, которая занимается больше административным персоналом. Ну и если стратегию определяю я, какие-то тактические решения принимает она. То есть если у нас там совещание, я говорю, было бы здорово вот это сделать. Она говорит, так, окей, она ко мне приходит через неделю, например, она говорит, вот эта задача имеет столько решений, плюсы, минусы, запротив, я бы выбрал вот это. Я говорю, шикарно. Она говорит, эта задача имеет такие-то решения, запротив, плюсы, минусы, я бы выбрал это. Я говорю, а вот это, она говорит, тоже можно, ну вот плюсы, минусы, я говорю, давай попробуем это. Она говорит, окей. И дальше она уже это все делает. То есть управленец отдельный должен быть, ну, в моем случае. Мне все абсолютно, те, кто консультировал, те, кто в курсе происходящих делал, они мне пророчили закончить практику через два месяца после того, как я это открою в клинику, потому что просто времени на все хватать не будет. Мне его хватает до сих пор, и в целом я как бы не жалею о том, каким образом это все идет. У всех это становление совершенно по-разному. Но очевидно то, что нужно очень много в этом направлении работать. Часто человек говорит, что у него какой-то момент не получается в управлении. Я говорю, а что ты сделал для того, чтобы получилось? Человек говорит, ну, я вот пока что думаю над тем, что делать. Я говорю, ну, как бы если ничего не делать, точно ничего не получится. Здесь нужно конкретно быть все время в обойме, готовым, всегда открытым, готовым отвечать на любые вопросы, с которыми тебе приходят, именно помогать. То есть это такое родительство, такое наставничество, которое является ролью главного в коллективе, идейного какого-то лидера-исполнителя. Очевидно то, что многие врачи-стоматологи, которые думают, что они могут открыть свой бизнес, они в бизнесе ничего не мешают. Ну, я, честно говоря, бизнес-школу не заканчивал. И это все, ну, как-то немножко по наитию, как-то интуитивно, по своим собственным убеждениям, каким образом я это вижу, и весь коллектив знает, как я это вижу, как я веду свою практику. И они за эти границы моего представления о практике, они никогда в сторону не шагнут. У нас никто не будет заниматься агрессивными продажами, у нас никто не будет обещать скидку за какой-то план или что-то такое. То есть у нас в этом плане достаточно консервативный подход. Я всем врачам абсолютно на собеседование говорю то, что у нас первичная медицина, вторичный бизнес. Первичная медицина, вторичный бизнес. Если у вас есть вопрос в том, я это понял на своей практике, то, что огромное количество больных зубов и огромное количество пациентов с больными зубами для того, чтобы придумывать людям со здоровыми зубами еще какие-то проблемы и их от этого лечить. Никакого смысла совершенно нет. И всем своим врачам, ну, и они видят мой подход, и всем своим врачам, вот прямо на собеседовании я говорю, что первичная медицина, ты сначала сделай так, чтобы пациенту было хорошо, ты заработаешь свои деньги. Заработаешь свои деньги. Лучше немножечко подвинься, если ты не уверен, сделай лучше, что-то сделай бесплатно, например, как вариант. Для того, чтобы посмотреть. Но если ты получишь успех, ты получишь лояльность пациента, ты получишь возможность дальнейшего лечения, ты заработаешь сильно больше, чем если будет вот эта мелочность, и ты вот провел консультацию, а через полгода к тебе пришел пациент, ты ему еще раз проводишь консультацию и выставляешь ей счет. И я вообще такого подхода не понимаю, зачем это делать, если человек у тебя уже однажды на консультации был. И я так никогда не делаю. Ну, в общем, такие моменты, которые нацелены именно на помощь человеку. И это очень важно. Это первое. Второе. Никогда не бояться работы. Показывать пациенту не то, что ты важный главный ортопед, а то, что ты хочешь помочь человеку. И ситуации были разные. Такое встречается нечасто, но это проявляет человека. Я вижу это так. Ситуация, когда человек приходит на профессиональную гигиену, а гигиенист опаздывает по уважительной причине. Но опаздывает. Редко, но случается. Но человек сидит в коридоре. А я прохожу мимо, у меня вообще административный день. И я прохожу, и я спрашиваю, в чем дело. И администратор говорит, что доктор задерживается, пациент уже здесь, и пациент уже здесь сидит там 10 минут, а доктор будет через 40. И я понимаю то, что есть два варианта. Первый вариант – это перезаписать пациента на гигиену. Второй вариант – это надеть медицинскую форму. Я надеваю медицинскую форму, отвожу пациента в кабинет, ассистент, ну, кабинет уже готов к приему. И мы не просто так проводим время. Я там одну челюсть почистил, врач приехал, почистил вторую челюсть. Всем хорошо. Пациенту хорошо, клинике хорошо, врачу хорошо. Всем хорошо от этого. Но почему-то таких элементарных взаимосвязей не все люди понимают. К сожалению. Многим это приходится… Для меня это само собой, разумеющееся. Многим это приходится объяснять, доносить некоторым по несколько раз. Но в целом это понимание приходит. Вот это моя задача. Как главного врача. Этим я занимаюсь в клинике. Все остальное я делать не люблю. Вот то, что я не люблю делать, я стараюсь… Ну, не то, что спихнуть на других людей. Просто есть люди, которые не любят делать то, что люблю делать я. Они видят себя в другом. Вот они этим и занимаются. Давайте немножко поговорим про то, что любите делать вы. Да. Я люблю включить кондиционер, но похолоднее, градусов на 20. Я люблю включить музыку. Я очень люблю музыку. И я люблю, когда у нас согласованный с пациентом план лечения, подписано информированное согласие, техник заряжен на то, чтобы сегодня принять работу. И я точу, делаю слепки, делаю временные конструкции. Мы с пациентом общаемся на какие-то отвлеченные темы и так далее. Вот это я люблю. Я не люблю разгребать какие-то проблемы. Я не люблю кого-то учить, какую прическу нужно на работу носить. Я не люблю кому-то говорить, что у него содраный лак с ногтей или запах пота, если такое приходится. Я вот это все не люблю. Не люблю писать большие бумаги, на которых написано, в каком порядке должны мыться санузлы уборщицами, а они должны мыться в определенном порядке. И так далее, и так далее. То есть вот это я не люблю. Я люблю врачебный прием. Спокойный врачебный прием, размеренный. Я люблю пациентов, которые ко мне приходят, которые понимают, зачем они пришли, которые знают, сколько времени это потратит, которые знают, что работать буду не только я, но и они, которые знают, сколько это будет стоить денег, какие специалисты будут участвовать, и что человек получит в результате. И он с ожиданием будущего результата посещает нашу клинику на протяжении двух-трех лет. Вот это я люблю. Я люблю, когда они приводят своих детей, своих родителей. Обожаю, когда приводят своих родителей. Мне кажется, только родителям моих пациентов я иду на максимальные какие-то прям поблажки для того, чтобы отблагодарить того, кто за них платит. Это, ну, в моем понимании, это большая миссия. Именно обеспечить достойное медицинское сопровождение своему родителю, когда родитель уже себе этого позволить не может. Я люблю, когда слаженную работу с ассистентом. Я люблю, ну, в общем, вот это все я люблю. Это все медицина. Ну, медицина бывает разная. Медицина бывает разная. Я люблю, когда она с хорошим, правильным подходом, когда она заточена на здоровье, на помощь человеку. Я люблю, когда она дорого стоит для того, чтобы человек понимал свое участие в этом. Бесплатное не ценится, дешевое ценится низко. Я люблю работать на качеством оборудования. Я никогда не экономлю ни на материалах, ни на чем. Если кому-то что-то надо, мы это обязательно купим. В клинике, чтобы не соврать, 5 операционных микроскопов только, 3 сканера. Ну, вот эта вся история, без которой теоретически многие люди обходятся. Я этого не люблю. Я знаю, каким образом должно проходить современное стоматологическое лечение. И это же здорово. Это как ездить на качественном автомобиле. Это как летать в комфортной авиакомпании. Это как отдыхать в качественном, хорошем отеле. Я люблю, чтобы было не только результат. Я хочу, чтобы было красиво. У меня, ну, хотя бы взять, к примеру, двух моих хирургов, которые имеют настолько художественный взгляд на свою профессию. Да? Хотя, казалось бы, ну, там сторонний человек посмотрит, подумает, камон, там скальпель, кровь, вот это все слюни. Нет, это может быть по-разному. И вот человек, который с правильным видением, который с вот таким художественным взглядом, у него не может быть, который делает свою работу ответственно, возможно, он потратит на нее больше времени, возможно, он сделает несколько визитов. Но он добьет с того результата, да, это тоже определенная насмотренность, он добьет с того результата, который должен быть. И который получился, а который должен быть. Вот это я люблю. У вас очень подкупает подход к персоналу. И вот напрашивается сразу вопрос, как устроиться к вам работать. То есть на какие качества вы смотрите в первую очередь? Помимо, там, высочайшего профессионализма, вот что для вас ценно? Потому что кто-то посмотрит, там, смотрит и слушает, блин, очень классное место работы, очень классный подход. Вы даете определенную свободу, вот в творческом выражении врачам, да? Как можно с вами сотрудничать? То есть, что вы цените в вашей команде? Как попасть? То, что я сейчас скажу, наверное, это не инструкция к тому, как попасть ко мне на работу. А это, ну, если это молодые какие-то специалисты, то это какое-то напутствие. И в целом я не считаю то, что человек должен обладать такими качествами для того, чтобы работать у меня или для того, чтобы устроиться ко мне на работу. Человек, особенно врач, должен, в принципе, обладать такими качествами. И что-то из этого есть внутри, что-то из этого можно прорабатывать. Но для этого нужно определенное желание, определенное понимание. Но в целом очевидно то, что человек, который приходит ко мне в клинику, он ожидает получить качественное лечение безотносительно. То есть, это не обсуждается. То есть, мануальные навыки, глубокое знание предмета, знание междисциплинарного подхода, понимание того, чем занимается врач-ортодонт, врач-ортопед. То есть, я даю клинический случай, ко мне на собеседование приходит человек, я ему даю ряд клинических случаев для решения. Ортопеду я даю 5 пациентов, у них есть фотография, КТ. Расскажи, я пациент, расскажи. Вот мы с тобой общаемся, я к тебе пришел, это мои зубы, я сижу, расскажи. Должен быть структурированный подход, должно быть понимание каких-то подводных камней на этапах. Человек должен всегда об этом пациента предупреждать. Например, да, то есть, ну, элементарно возьмем, там, перелечение корневых каналов, который может закончиться успехом, который может не закончиться успехом. Есть врачи, которые говорят, что мы вам вылечим этот зуб. Нет, это не подходит. Это вранье. 20% есть, независимо от твоего микроскопа, хлорки, чего угодно, что мы этот зуб потеряем, об этом пациент должен знать. Например, понимание хронологии комплексного подхода. Что, зачем? Видение. Кто-то говорит, здесь кариес, кто-то говорит, здесь не кариес. Кто-то говорит то, что вам нужно поменять вот эти все пломбы. Я спрашиваю, а почему нужно поменять вот эти три? Говорят, ну, они старые. Я говорю, а какое показание к замене пломб? Почему ты решил, что старые? Там есть кариес, там есть нарушенные кривые прилегания, там есть утраченная анатомия. Или что? Просто пациент, который приходит в стоматологическую клинику, который видит и который слышит то, что ему нужно поменять все, это классическая история. Вот из одной клиники выйди после санации, в другую придите, тебе скажут, что у тебя там, кто вам такое наворотил, надо все поменять. У стоматологов сомнительная репутация. Это не надо забывать. У стоматологов сомнительная репутация. Дорого, не всегда успешно, долго, больно, ни одного плюса. Реально. Надо дать понять пациенту, я против того, чтобы переделать все пломбы, которые делались на прошлой неделе, просто потому, что это дело не я. Можно понаблюдать. Если нет жалоб, можно наблюдать. Вместо того, чтобы заполучить лояльного пациента, который понимает то, что ты не цифры считаешь, а ты рассматриваешь его клиническую ситуацию как, ну, не с точки зрения подхода на сегодня, а с точки зрения помощи там, где это необходимо, наблюдения там, где это возможно. И в целом он понимает то, что твоей целью является забота о его здоровье и о нем в целом. У вас что-то может получаться, что-то может не получаться. Ну, медицина, она так устроена. Но в целом пациент должен быть уверен в том, что исключительную цель, которую ты преследуешь, это ему помочь. И эта уверенность, она не должна быть наигранная. Человек очень хорошо понимает фальшь. Это очень хорошо видно по тем, кто ведет, например, социальные сети несамостоятельно. Да, то есть, когда люди говорят о том, о чем, что человек не проповедует. Вот я вижу врача таким. То есть, помимо того, что он должен это все хорошо знать и уметь, он может обладать каким-то художественным взглядом, может, нет. Но он должен действовать в интересах пациента и только давать варианты планов лечения, исходя из запросов пациента. Учитывая, безусловно, медицинскую составляющую, да, какие-то там воспалительные процессы, заболевания твердых зубов, отсутствующие зубы и так далее. Но это должен быть такой компактный, очень собранный специалист. Не все, кто у меня работает, обладали этими качествами на этапе собеседования. Многие из них прокачались, либо прокачиваются до сих пор. Ну, как бы, если я бы видел то, что потеряна вот эта связь и то, что прогресса нет, мы бы расстались. То есть, это тоже для меня достаточно прозрачно. Софт-скиллс мы как бы чуть-чуть пообщались. Вот давайте теперь про мануальные навыки, где их брать молодому начинающему специалисту. Как это было на вашем примере? Помимо того, что у вас было много опыта, хочу поговорить про элемент обучения. Какие-то ключевые курсы, которые очень сильно повлияли на то, каким специалистом вы стали? Я вам знаете, как скажу? Я вам знаете, как скажу? Не имеет смысл посещать курсы совершенно до того, как будет изучена литература полностью по этому направлению. И не будет получена какая-то практика позитивная и негативная. Человек, который только что выпустился из института, который ничего не понимает в клиническом приеме, он элементарно не будет понимать, куда смотреть. Если это люди вот только-только, это вот как смотреть, как лечат корневые каналы, что на видео, что не на видео. И вот самому взять инструмент и попробовать его там поискать. Это совершенно разные вещи. Вопросы другие формируются, просто цели другие. Ехать на курс, пока нет вопросов, смысла нет. Если нет вопросов, если нет вопросов, это означает либо отсутствие компетенций достаточных, потому что у специалистов всегда вопросов масса, либо отсутствие опыта, который эти вопросы дает. Литература для, сейчас очень много, для эндодонтистов, для терапевтов по анатомии, для ортопедов есть базовая, есть продвинутая. По хирургии сейчас очень много публикаций, которые переводятся на русский язык. Это вообще не проблема. Книги. Вот первые книги. Если вы спросите меня, что я выбираю, книги или учебу, я выбираю книги. Давайте топ, сразу топ книг. Решение проблем в эндодонтии для эндо, Шелленбург для ортопедов. Это вот то, с чего надо начать. После Шелленбурга можно читать Массерони Фредиани, это такая базовая классическая ортопедия. По хирургии удаление зубов, квалифицированное удаление восьмых зубов, к сожалению, автор не помню, но смысл в том, что исчезли полностью вопросы по удалению абсолютно любых зубов после прочтения этой книги. А удаление зубов, хоть и кажется, что это простая какая-то история, делать это правильно, не повреждая окружающий корень ткани. Это не то, чтобы сложно, но навык нужен. И нужно понимание, каким образом это происходит. Не раскурочивать все вокруг, а распилить его на несколько частей, внутрь сложить, как в доме. Это вот база. В целом из курсов есть шикарные, насколько я знаю, до сих пор читает Михаил Соломонов курсы по эндодонтии. Там прям огромное количество информации. В целом это то, с чего можно начинать. А все остальное это по необходимости придет. По хирургии есть, по пластике мягкой ткани, по имплантации, по костным пластикам, блоками, ламинатами. Ну, у всех есть. У всех есть. У Кюри есть книжка, у... Дай бог памяти. Ладно, это вырежем, не буду книжки перечислять. Короче, много есть литературы, которая позволяет получить базу. В чем плюс литературы? Можно вернуться всегда. Еще раз посмотреть. Книжка написана один раз. Лекция, я сам читаю лекции, я знаю, что каждая лекция друг от друга отличается. Где-то что-то сказал больше, где-то что-то сказал меньше, просто потому что есть определенное течение, поток какой-то речи. Книжки всегда можно вернуться. В книжке, ну, в базовой такой литературе, в ней минимальное количество ошибок. Курсы, они часто основаны не на, как это, не на реальных событиях. На личной практике, на личной практике врача, и на информацию, которую он пропустил через свою голову. А это уже искаженная информация, это как пересказ получается. Книжка — это не пересказ. И там больше для того, чтобы написать книжку, которую читали, там больше ссылок на статьи, там больше исследований, там гораздо с точки зрения доказательности лучше. Поэтому книжки. Сначала книжки, потом курс. Наш учебный центр. Здесь очень удобно. Помимо функций учебного центра, здесь очень удобно проводить собрания с коллективом. Потому что если нужно в месяц собрать 25 администраторов для того, чтобы им что-то рассказать или чему-то научить, сделать это где-то очень проблематично. А здесь у нас есть и учебные столы, у нас есть дополнительные студии, у нас есть большой экран, куда можно подключиться. Ну, там раздевалочка. Это вот для тех, кто приходит на учебу, для курсантов. Вот здесь дополнительные столы, там еще дополнительные стулья спрятаны. Ну, в общем, все для того, чтобы комфортно провести день. Отсюда можно не уходить. Когда проходят курсы, мы также делаем демонстрации. Демонстрация происходит вот на этом кресле. Абсолютно такая же установка, как во всех других кабинетах. И в этой зоне можно провести обедный перерыв, какой-то кофебрейк. Барную зону мы пока что только планируем. Но мне на той стене очень чего-то не хватает. Но мы этот вопрос обязательно решим. Вот здесь у нас, кстати, местечко руководителя учебного центра. И здесь какие-то планы какая-то. Ну, в общем, какое-то движение происходит. Все анонсы курсов есть на сайте. И мы это регулярно анонсируем в социальных сетях. Поэтому я уверен, что если вам будет интересно, вы будете следить, вы точно не пропустите. Лифт вообще отдельная история. Потому что, несмотря на то, что здесь был банк и был лифт, лифт здесь находиться был не должен. То есть нам пришлось от начала до конца вообще каким-то образом его, ну, считайте, лицензировать, если можно так сказать, прописывать технические условия, ставить на учет, подключать компанию, которая будет реагировать в случае, если здесь кто-то застрянет. Ну, в общем, это вообще отдельная инженерная история. Лифт оказался сложным. Лифт старенький, но рабочий. Ну, лифт в стоматологии ты часто видишь, конечно. Да, я сам был в шоке, что он тут есть. Здесь у нас небольшой склад всякой медицинской мелочи. Склад под ключиком. Вот здесь есть журнал списания расходных материалов. То есть все, кто сюда приходит, все обязательно записывают то, что они отсюда берут. Ну, и здесь такие мелочи. Есть, ну, в общем, кому что надо. Здесь бута-перча, здесь хлорочка, здесь анестезия, всякие резинки ортодонтические, валики, слюноотсосы, перчатки. В общем, такая мелкая расходная часть. Здесь у нас живет охранник, мы туда не будем заходить. Здесь раздевалка для сотрудников. Вот это все, кто сегодня пришел в клинику. Они оставили свои обувь здесь и свою верхнюю одежду там. А здесь тоже склад, но более крупногабаритных вещей. Вы видите, несмотря на то, что здесь бардак, здесь порядок. Да, вы не представляете себе, сколько молока уходит в клинике. Получается, три ординаторские и четыре кофемашины. И все его постоянно хлыщат. Вот. Ну, здесь такое большое что-то. Какие-то запасы, коробки перчаток, какая-то хирургическая одежда. Здесь у нас раздевалка для пациентов. Это пациент может отдать сверху на ресепшене первого этажа. Может отдать свою одежду. И охранник обычно у нас это делает. Он приносит, сюда вешает, потом обратно возвращает, дает номерок, как в театре. Это раздевалка. Так выглядит раздевалка. Там кто-то даже переодевается. Не выглядывай. Да, здесь изначально... Я даже делал соцопрос в коллективе и спрашивал, нужна ли душевая. И собрал голоса, что нужна. Но вот она с тех пор, как здесь появилась, до сих пор ни разу не пользовалась. У охранника там своя душевая. А здесь, походу, вообще никто мыться не планирует. В лаборатории есть две зоны. Вот эта, так называемая, грязная. Поэтому здесь сидит Виталик. Здесь можно модель отлить, здесь можно, ну, там, отпискоструить. В общем, все, что летит, оно здесь, да. А здесь такая прям чистая цифровая. Здесь есть возможность отмоделировать что-то. Здесь есть возможность что-то отфрезеровать, здесь что-то напечатать. Там что-то покрасить, запечь. Здесь что-то синтезировать. Правильно я сказал? Да. Вот, в целом, в таком формате. Здесь полки, здесь полки, сюда новая работа, здесь готовая работа врачей. Ну, в общем, стараемся порядок везде держать. И техническое помещение, я его называю сердце клиники. Без вот этой комнаты не работало бы вообще ничего. Да, здесь... Это, наверное, самая большая... Четыре... А? А, как же? Самая большая. Я тоже больше не был. Здесь четыре аспиратора, три рабочих, один резервный. Ну, они меняются, но в целом, как бы, трех достаточно. Здесь четыре. Здесь два компрессора, сетевое хранилище. Я думал, это амбанин ферма. Могла бы быть. Вот веду вас по клинике, и настолько для меня это все привычно, потому что уже больше года вижу это каждый день. Но то, что вот в каждое помещение сегодня встретились, ну, не то, что случайно, мы договаривались, но в целом коллектив как бы об этом ничего не знал. Рабочий день, чего их предупреждать? Мы планировали интервью, не экскурсию по клинике. Но вот мы ходим по клинике, и я понимаю, какой везде порядок. Просто чисто и порядок. И мне это так приятно. Про интернет, про соцсети, потому что вы понимаете, что именно соцсети дали отличный рост для всего бизнеса. Вот мы поняли, с чего началась вся идея, почему вы решили этим заниматься. Как это происходит у вас сейчас? То есть сколько времени занимает ведение этих соцсетей? Потому что аудитория очень большая. На данный момент он больше 600 тысяч подписчиков только в Инстаграме. Вот какое место Инстаграм занимает сейчас ваша жизнь? Ну, сейчас после введения санкций чуть поменьше, потому что, ну, там в целом активность упала. И мы как бы тоже. Для того, чтобы этим заниматься, нужна определенная отдача. Когда ты понимаешь, что ты там пишешь, ну, публикуешь какой-то хороший кейс, реально ради которого там Карпел там два с половиной года старался, и реально получилось просто бомба. И ты видишь там слабенькую реакцию, но у тебя, конечно, на это все уже настроение все реже и реже. Вот. Поначалу было как бы много. С учетом того, что это должна быть публикация каждый день, и три раза в день, утром, днем, вечером должны быть какие-то сторис, то это полноценная работа. То есть это то, что занимает 4-6 часов в день. Это нужно подготовить, это нужно снять, это нужно придумать, это нужно обрезать, это нужно подписать, это нужно выложить, это нужно репостнуть, это нужно, вот это все нужно. То есть это все делать по ходу не получится. То есть либо на это закладывать отдельный, там, день, не знаю, сколько-то, и пилить контентом на всю неделю вперед, как вариант, кто-то так делает и просто уже занимает своего выкладывания, тогда это занимает каждый день по полчаса, по 40 минут. Либо это каждый день посвящать этому времени. Много. Много. Сейчас это ВКонтакте, Телеграм, Инстан. Надо понимать то, что какие-то из них, они чередуются, они три одновременно запускаются, одно и то же. Сегодня это здесь, это же завтра там, ну и так далее. То есть это все как бы, очевидно то, что одно и то же, но по разным площадкам. И очевидно то, что сейчас активность сильно снизилась, прям сильно снизилась, но в целом в начале у нас была не очень большая активность, мы этим продолжали заниматься, поэтому и сейчас будем продолжать. Те, кому это интересно, те, кто это ищет, те, у кого это такой злободневный вопрос, те, кто этим планирует заниматься, они будут искать в том числе по социальным сетям, потому что, ну, Яндексу не верит никто, ну, а что там искать? Ну да. Там нечего искать. Ищут, это тоже очень важно понимать, да, вот мы и проговорили про то, каким должен быть врач, ищут не только врача, не только человека, который решит твою проблему с больным зубом, ищут человека нормального. Мы ищем нормального человека, даже когда едем ремонтировать колесо. Потому что, если у человека отношение и так сойдет, то, скорее всего, тебе придется через пару недель еще раз ехать его ремонтировать. Тебе нужен нормальный человек, который не шнур поставит, а заплатку сделает, снимет, не поленится камеру, что совет даст, скажет, сам позовет проверить, ну, или так далее, свою визитку даст. Ну, какие-то такие элементарные вещи, присущие человеческому общению, которых многие люди почему-то лишены. Ищут нормального человека, который нормально сделает, который не обидит, который не предаст, который не подведет, который не сдерет, который сколько назвал, столько и возьмет, который уложится в сроки, который выполнит свои обещания, элементарные вещи. Это то, чего нам не хватает просто вот каждый день. Если мы не стали погружаться в строительный процесс, но если там рассмотреть, там сто контрагентов, с которыми за всю жизнь пришлось столкнуться, ну, это же кошмар. И это не только постройки. Это отношения и с кадрами, это с зуботехническими лабораториями, ну, и так далее. То есть, и вот, когда человек принимает решение свою клинику делать, он конкретно окружает себя теми, кто разделяет его в первую очередь эти ценности. Но вот вы, когда начинали вести соцсети, у вас не было такой четкой цели именно использовать это как бизнес-инструмент. Вот, ну, исходя из ваших, это просто была такая визитная карточка, да? Да, информационная площадка. Информационная площадка. В какой момент вы поняли, что это полноценный бизнес-инструмент, который дает вам очень хороший фото пациента? Очень хороший, не помню. Вот я говорю, там через пару месяцев начали поступать звонки потихонечку. И они пошли-пошли вот так вот, да, с того периода. Да. Сколько примерно заявок на данный момент приходит из интернета? Тут сложно. Сейчас это же... Ну, в хорошее время, до всех блокировок, например. То есть, какой процент был? Я боюсь, что не отвечен этот вопрос. Там такая история была, то, что сначала это было там 80-90%, например. Потом количество их начало снижаться, потому что, ну вот, на одном и том же уровне развития Инстаграма, например, к вам приходит 50 человек из интернета. К вам, ну, 50 человек из НСТ. Но со временем у вас становится первичек 100 человек, а из НСТ остается 50. Понятно? То есть, процентное соотношение их достаточно много, но процентное соотношение их меняется из-за того, что начинают работать другие каналы. У нас лечатся семьями, у нас приводят друзей, у нас лечатся фирмами целыми. Там коллеги и так далее. То есть, они все друг друга знают, здесь пересекаются и прочее. Рекомендую там жен, любовниц. Ну, в общем, как это обычно принято. Вот. Поэтому сейчас, наверное, это не такой высокий процент именно в соцсети. Я думаю, то, что пик именно развития соцсетей вот с той точки, с которой мы ее сумели использовать, он пройден. Возможно, будут какие-то другие инструменты. Сейчас мы там вот те же Телеграмы разрабатываем и так далее. Мы посмотрим, что-то будет работать, что-то не будет. Сейчас, еще раз, нет, не то, что это привычка, но помимо того, что, помимо создания бренда, нужно еще каким-то образом этот бренд удерживать определенную узнаваемость. И это тоже важно. И для того, чтобы это было, это должен быть представлен, в принципе, на любой площадке. Просто мелькать. Чуть-чуть мелькать. То есть, это как таковой никакой прямой рекламой не является. Это холодильник с надписью Кока-Кола, в котором стоит не Кока-Кола. Но на холодильнике все равно Кока-Кола написано. То есть, это нужно потихонечку поддерживать. Поделитесь основными вот, ну, так, секретами успеха. Почему получилось у вас? Потому что, знаешь, у многих врачей, которых не получилось. Инста? Ну, инста любые. То есть, у вас прям рост огромный. И прям пошли пациенты, хорошо. Да. Исходя из той... Тут важно не только то, что пошли пациенты. Тут важно то, что пошли пациенты, которые... На которых вы смогли, получается, как бы удержать, и чтобы они приводили еще поток рекондаций. Это было 2-3 года назад. Я регулярно на Фейсбуке читал публикации людей, то, что из инсты паршивый поток. То, что вообще какое-то странное. Чудо приходит, да, и не совсем понятно, что с ними делать. Но я в этих диалогах никогда не участвовал, потому что, ну, это как объяснять человеку то, что зеленый – это синий. Вопрос тех ценностей, которые вы в социальной сети транслируете. К вам приходят те пациенты, к вам приходят пациенты, исходя из тех ценностей, которые вы транслируете. Если вы зовете на скидку 50% на гигиену и бесплатный панорамный снимок с консультацией, к вам приходят такие пациенты. Мы ни разу в инстаграме никого не позвали. Ни одного раза мне сказали, что приходите, это делаем только мы. Приходите, то, что мы делаем, это лучше всех. Приходите, мы вам что-нибудь, как-нибудь, где-нибудь приятно сделаем. Никогда. Мы рассказываем, как это должно быть в современной медицине. Мы рассказываем, мы показываем, как это работает на конкретных клинических случаях. И пациенты сами понимают то, что если мы это рассказываем, мы это показываем, мы понимаем, мы в теме. И они приходят не потому, что мы их позвали, а потому, что они захотели к нам прийти. Это просто немножечко с другой стороны. Мы никого не звали. До сих пор никого не зовем. Они приходят, потому что они знают, что они здесь получат качество. И мы не стесняемся. Если у нас есть какие-то проблемы, мы о них говорим. Если у нас есть какие-то успехи, мы о них тоже говорим. Это нормально. Это открытый подход. То есть нам в целом скрывать особо нечего. Это раз. Два. То есть вопрос той риторики, которую ты транслируешь. Два. Регулярность. То есть покажите мне того, у кого не появилось, у кого не был инсту успехов, несмотря на то, что на протяжении двух лет делали каждый день публикации и занимались развитием своего аккаунта. Сомнительно очень. Я думаю, что таких нет. Я думаю, что не успех постиг тех, кто быстро опустил руки, кто делал это, завтра выложил, кто нерегулярно собирал, у кого неинтересный контент, некрасивый, неинтересный. Ну, все закономерно. Чудес не бывает. Надо, так же, как и в стомате мы тренируем, тренировал я насмотренность на каких-то клинических случаях, также на внестие нужно постоянно листать и смотреть, что сейчас в трендах, каким образом, какие фильтры, какие маски, но когда это было, когда это было, но как бы это ни звучало. Если вы планируете публиковать ради того, чтобы публиковать, то это никому не нужно. Если вы рассчитываете на определенную аудиторию, будьте добры ей соответствовать. Правильно? Если вы такой из себя прекрасный врач-стоматолог, но работаете в гараже, ну, вы не можете рассчитывать на платежеспособную аудиторию. И наоборот. То есть здесь должно все совпадать. То есть, получается, основные – это качество, это системность. Системность очень важна. И честность, получается. Таких вот… Если вы рассказываете… Ну, в этом плане меня очень удивляют люди, которые воруют чужие публикации, или воруют чужие тексты, или воруют чужие картинки. Такое постоянно. А у нас же армия большая подписчиков. Они нам постоянно шлют. Там у них выскакивает что-нибудь и так далее. Раньше это было до смешного. Кто-то комментарий оставляет этому человеку сразу в директ. Там по 10 приглашений в стоматологическую клинику. То есть, ну, это вот… Ну, для меня это какая-то грязная такая история. Не то, что мне жалко, но вы как сами выглядите в глазах этих людей. В глазах окружающих. Когда вы воруете чужие фотографии. Когда вы говорите то, что это ваше. Когда вы говорите, что вы это сделали. Но вы что дадите пациенту, когда он к вам придет и скажет, мне нужно это? У вас же этого нет. Там обычно много обещаний. Там обычно, да, какой-то компромиссный результат. Ну, если люди таким образом ведут свой бизнес. Там компромиссный результат. И дальше уже на выбор пациента. Либо заниматься разбирательством, либо переделывать. Мы не против переделывать. Переделывать дороже себе. По поводу именно цифр подписчиков. То есть, окей, там есть старт, есть классный контент, есть стабильность его публикаций. Какие инструменты вы использовали для увеличения именно количества тех людей, которые видят ваш контент? То есть… Это классика Инстаграма. Вы знаете инструмент, который позволяет… Первый – это взаимный пиар. Второй – это бартер. Третий – это гивы. Четвертый – это просто купленная реклама у кого-то из блогера. Но чаще всего… Ну, это, в принципе, наверное, основные, которые существуют в Инстаграме. В нашем случае это было так. Чаще всего… Ну, какое-то время мы участвовали в гивах. Гив – это… Нет, я понимаю, я думаю… Вы тоже понимаете, да. Смысл гива в том, что тебе приходят 100 тысяч человек, остается из них 10 тех, которым они такие, вот, реально интересно. Вот будем у вас. Гив всегда такой. То есть, сначала взлет, потом какое-то сокращение. Это нормально. Вот. У нас лечится достаточно много блогеров, которые рассказывают про путь своего лечения. Также у них… Мы никогда никому никаких задач нас приукрасить не ставим. Они рассказывают про путь своего лечения. Они просто публичные, открытые люди, поэтому им как бы и в рот свой показать никому труда не составляет. Вот. В целом все. То есть, ну, такие варианты. То есть, такого, чтобы мы кому-то заплатили, кто у нас ни разу не был для того, чтобы он рассказал про то, какие мы красивые, такого не было ни разу. То есть, это все через личный опыт. Если не секрет, сколько было вложено именно финансов вот с первого дня до сегодняшнего момента только в Инстаграм? А кто же считал? Ну, хотя бы примерно. Именно конкретно классический вот денег, чтобы мы заплатили людям? Да. Я не знаю, может, два, может, три. Два-три миллиона? Ну, в районе. Рублей? Ну, да. То есть, в принципе, в целом, я думаю, скажите чуть побольше суммы. Прикольно. Да нет, это вообще самый дешевый способ рассказать людям о себе. Самый дешевый. Мы когда начинали, публикация у блогера с большим количеством подписчиков стоила 25 тысяч рублей. Но это было давно. Ну, вы очень вовремя вошли в эту соцсеть. Это был 2014-2015 год. То есть, это как раз все только... Только развивалось. Ну, вот именно инструменты только начинали круто работать. Да. Сейчас большие блогеры предложения есть там по 300, по 500, по миллиону за публикацию. Ну, и сейчас уже чуть по-другому. И люди реагируют как бы... Ну, и мы к этому уже по-другому относимся и на такие проекты просто не подписываемся. А что сейчас у вас в Инстаграме работает для привлечения именно новой аудитории? То есть, для удержания, понятно? Для новой аудитории. Сейчас новую аудиторию очень сложно привлекать. И в целом у нас тоже нет такой задачи постоянно развивать и качать вот эту всю историю. У нас были этапы, когда мы вообще ставили развитие на паузу. То есть, в задачах привлечения клиентов, задачах привлечения подписчиков в Инстаграме просто не стояло. Потому что мы, ну, справлялись, еле справлялись с тем потоком, который был. Хочу спросить у вас, как у человека, который имеет сильный персональный бренд в глазах пациентов по названию клинику. То есть, вы назвали клинику студия современной стоматологии Александра Газарова. Очень сильная, очень сильная персонализация в самом названии. Понятно, что я как пациент, когда я прихожу в клинику, я хочу попасть на прием к вам. Вот, поначалу это работает круто. То есть, пациенты идут, идут. Но в какой-то момент не стали ли вы заложником своего личного бренда? Как вот вы сейчас распределяете потоки пациентов? Да. Вот, учитывая, что вы работаете три дня в неделю, а кабинетов у вас... Вообще с этим проблем никаких. То есть... И это, опять же, результат того, каким образом мы ведем свою социальную политику. И студия современной стоматологии Александра Газарова вообще не означает то, что Александр Газаров вам сделает все хорошо. Это означает то, что у Александра Газарова есть команда, которая сделает вам хорошо, а Александр Газаров, если что, ответит. Я несу ответственность за то, что происходит здесь. Поэтому мое имя здесь, на клинике. И в целом я готов отвечать за то, что здесь происходит. За те процессы, за тот сервис. Ну, не без изъянов, но мы допиливаем постоянно какие-то моменты. Это нормально. То есть там вопросов по названию клиники особо не стояло. То есть просто, например, у вашего брата другой подход. То есть он продвигает, получается, бренд компании. А вы личный бренд больше. Да. И обе системы работают прекрасно. Я так понимаю. Ну, каждая по-своему, каждая по-разному, но рабочая схема не одна. Нет, ну круто. Просто многие врачи, например, задумываются, что вот по масштабам развития у личного бренда есть все-таки какие-то пределы, границы, да. Да, я в этом уверен. То есть вот поэтому... Сильно уже границы, чем у бренда клиники. Сто процентов. То есть я в Сочи свою клинику открывать не буду. Понятно. То есть ваш проект, то есть по сути вы сейчас нацелены на том, чтобы развивать тот проект, который есть сейчас. Это на данный момент получается две клиники, да? Да. Две. Одна детская, одна взрослая. И вы просто концентрируетесь на том, чтобы делать еще лучше. То есть в плане масштаба таких целей и амбиций нет. А зачем? Ну, мы все разные цели. Нет, понятно. Мне очень ценно получить информацию от вас, потому что у вас успешный кейс клиники основан на личном бренде. Да. У вашего брата успешный кейс сильного бренда самой компании. Без персонализации. Вот поэтому мне удивляет, что насколько в одной семье два радикально разных подхода. Да. И что круто, оба подхода прекрасно работают. Вот поэтому мне интересно спросить у вас. Ну, все свои цели, наверное, свои задачи. Я вот на сегодняшний день понимаю, что мне как бы всего хватает. У меня цель заработать много денег никогда в принципе не стояла. И любое мое развитие, оно было либо вынужденным, либо из интереса того, что как это можно организовать еще по-другому, еще лучше, еще интереснее. Привлечь больше людей, именно специалистов, сформировать команду, которая будет закрывать больше вопросов. Возникает вопрос там с возможностью проведения наркозов. Это отдельная команда анестезиологов. Возникает вопрос с организацией своей зуботехнической лаборатории. Это еще одно отделение, учебный центр. Здесь вариантов развития, масса, сколько угодно. Но все это в одном месте сконцентрировано. Круто. Круто. То есть вы больше получаете кайф от того, что вы работаете руками. Да. Вот именно от самой медицины, от клинического приема. И вы больше акцентированы как бы на росте в глубину, получается. Да. Да, именно так. Погружаемся. Классно. Вот мы немножко коснулись взаимоотношений с братом. Вот у меня вопрос, да. То есть у вас, получается, родители врачи-стоматологи, у брата успешный бизнес, у вас успешный бизнес. Вот в тот момент, когда вы открывали свою клинику, почему вы решили пойти своим путем, а не там, возможно, как-то вместе с братом открывать что-то совместно. Зачем с кем-то советоваться, если можно этого не делать? Красиво. Ну, реально так. Зачем там с кем-то... С одной стороны, во-первых, я не один. У меня есть ряд компетенций, сильных, есть ряд слабых сторон. У меня есть команда. У меня есть та же Юля-директор, у меня есть та же Ульяна, моя жена, как это мы называем менеджером регионального развития. Это те, кто занимается направлением рекламы, те, кто занимается организацией внутренних каких-то процессов. Я занимаюсь своей частью. Если бы мне нужен был еще какой-то предприниматель для того, чтобы какие-то задачи решать, возможно, это бы и работало. Но мне это просто не нужно. Это прям интересно. То есть обычно все как? То есть вот у меня есть жена врач-стоматолог, там брат врач-стоматолог. Это кривая дорожка. То есть, по сути, это, как правило, семейный бизнес. То есть много кто идет по тому пути, у кого есть какие-то связи. Я не считаю то, что это правильно. А вы как бы, ну, с нуля построили очень крутой проект. Я не считаю то, что это правильно. Именно организовывать все в кругу семьи, потому что очень редко бывает так, что взгляды сходятся. А если взгляды не сходятся, это нужно решать в формате определенной иерархии и субординации внутри коллектива, а не за столом, там, за чаем лучше. Решать какие-то другие вопросы. Даже у нас, не то, что каждый занимается своим направлением, у нас есть договоренности, то, что, но без разрешения никто на чужую территорию не заходит. И если, например, Ульяна говорит, что публикация должна выглядеть так, я говорю, пожалуйста, пускай она выглядит так, мне без разницы. Если там какие-то есть моменты, касаемые клиники, касаемые врачебной стороны, я смотрю публикацию, я с ней не советуюсь. Я переписываю, исходя из того, каким образом это должно реально звучать, потому что, ну, она может наделать своих ошибок. И то же самое касается там каких-то, внутренних процессов внутри клиники, никто не вмешивается в те процессы, которые я контролирую как главный врач. Ну и так далее. То есть такое, здесь нужно делить очень хорошо, а когда вмешивается личное, когда изначально роли не расставлены, когда двое отвечают за одно и то же направление, здесь все время будет ругань и путаница. Так лучше не делать. То есть как бы не усиливают, да, слабые стороны друг друга, получается. Начинаются споры, начинаются, я считаю так, я считаю так, я считаю по-другому. Ну, в общем, там не всегда получается найти здравое зерно, а если это заканчивается личными конфликтами, то зачем это нужно? Кстати, очень классный момент, наверное, еще из воспитания, что вас воспитали как отдельные личности, которые как бы сами по себе могут приходить к очень классным результатам. Я не скажу, что к моменту становления к 18-20 годам нас прокачали как отдельных личностей, но в целом как бы и воспитание, и жизненный опыт, они определенный как бы результат дают. Поговорим давайте про деньги. Я очень часто эти вопросы задаю у врача. Вот вы говорили, что у вас есть определенный ценовой сегмент, то есть вы как бы осознанно не хотите заходить в самый VIP премиум суперлюкс, назовем так, но цена у вас выше среднего, насколько я понимаю. Не сильно выше среднего. Можем озвучить на основные позиции, которые именно на вашу работу, сколько это все стоит? И медицидуэртопедия? Да. Ну, я могу сказать, что гигиена стоит порядка 15-13 тысяч рублей, лечение кариеса стоит порядка 16 тысяч рублей, постановка коронки со всеми там пирожками временными обезболивания фиксации порядка 100 тысяч рублей, имплантация примерно так же. Ну, грубо. Мы можем говорить о суммах, сколько стоил проект вот той стоматологии, в которой мы находимся сейчас? Честно говоря, я не считал. Вот без луказа. Хотя бы примерно, ну, диапазон. Мы, круто, если вы расскажете прям, если мы проследим, с чего начинали, мы поняли, сколько стоил ваш первый проект? Я его не считал. Чуть-чуть больше, чем 2 миллиона, я так понимаю. Да, раз в 10. Да, потом была как бы вторая клиника, и вот когда вы из двух маленьких все-таки решили выйти на одну большую, вот сколько клиника в 5 этажей может стоить в центре Москвы? ну, не знаю, может там 80-100, я, честно говоря, не считал. Надо, ну, это надо все понимать. У меня на самом деле есть эти бумажки, и в целом, как бы, эту информацию можно получить. Но еще раз, я не бизнесмен, стою позицией, то, что я делаю бизнес-план, и я по нему иду, и ожидаю какую-то окупаемость, в течение какого-то периода, я немножечко по-другому мысляю. У меня есть, у меня есть рост, у меня есть доход, у меня есть сбережения, я так прикидываю, что сейчас мне надо это, потом мне надо это, и я понимаю, что мне хватит. Кроме этого, у меня есть очень хороший друг, который в случае необходимости всегда абсолютно в любом количестве перекроет вообще мои потребности, если я вдруг где-то просяду, ну, то есть у нас как бы такие отношения. Вот, в целом, как бы, хочешь сейчас отдашь, хочешь через два месяца даже не важно. Вот, поэтому я определенное спокойствие чувствовал, что при первой, что при второй, что при третьей стройке, то есть это не проблема. Ну, и в целом, как бы, всего плюс-минус хватало. Ну, где-то долги, где-то кредиты, конечно, без риска не бывает никакого роста, но в целом это все реализовано. Давайте вот подведем итог нашей беседы. Хотелось бы получить от вас там топ советов для молодых начинающих там стоматологов, которые вот заканчивают вузы и вот стоят как бы на распутье, да, то есть навыков нет мануальных, на работу сложно устроиться, потому что этих мануальных навыков нет, где их взять, если как бы и работы нет. То есть вот какие-то ключевые советы, которые могут им помочь сориентироваться, что, возможно, в свое время вам помогло. то есть вот советы молодым специалистам. Я считаю, то, что первые там три года нужно все деньги заработанные тратить на себя. То, что, ну, я понимаю, то, что устроиться сложно, но возможно. Есть и коммерческие клиники достаточно низкого сегмента, ценового, и госсектор, ну, есть разные варианты. Страховые, ну, в общем, это как бы стоматологов очень много в Москве работает, только говорит, что не может устроиться, наверное, ну, это его личные какие-то проблемы, точно не связанные с отсутствием рабочих мест. Нужно очень много вкладывать в себя, нужно в первую очередь покупать достаточно большое количество литературы, ее осваивать, конспектировать и возвращаться к ней. Нужно свой, каждый следующий клинический случай нужно стараться делать лучше, чем предыдущий. Это очень важно. Нужно тратить свои собственные деньги, независимо от того, где вы работаете, на то, чтобы улучшить свое оснащение. Это может касаться и слепочных материалов, и бинокуляров, и света, и чего угодно, и фотоаппарата, и... неважно. Много, много работать, быть не только хорошим специалистом в своей сфере, но и быть хорошим человеком, слышать пациента. Нужно обязательно помнить то, что к вам человек приходит за помощью, и нужно, обладая своими компетенциями, ему эту помощь оказать. И нету другого варианта, кроме того, что у вас будет рост. Если вы поймете, что у вас, помимо всего этого прочего, есть еще какие-то амбиции по тому, чтобы вещать, да, и знания, и навыки, и подтверждения, для того, чтобы вещать на более широкую аудиторию, сейчас для этого все возможности есть. Поэтому дорога сложная, но ее проходит много людей. Круто. Спасибо большое за такое откровенное интервью и очень полезное, мне кажется. Думаю, что многие из вас подчеркнули очень много полезных качеств, которые помогут уверенно вам в профессии. Вам удачи! Спасибо!